В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! С начала ноября в нашем районе возобновил свою работу волонтерский штаб «Наша забота». Его главная задача – оказание адресной помощи нуждающимся. Штаб расположен во Дворце молодежи. Рабочий день начинается с оперативного совещания. Здесь волонтерам рассказали об основных правилах техники безопасности и обсудили, на какие заявки необходимо выехать сегодня. 11 ноября они приняли участие в акции с заботой о врачах. Продуктовые наборы для персонала и пациентов ковид-госпиталей подготовило региональное отделение партии «Единая Россия». В нашей республике акция стартовала в конце октября. За это время 29 госпиталей получили 3500 продуктовых чайных наборов. Каждый набор рассчитан на 10 человек. В нашем районе нет ковид-госпиталя, поэтому продуктовые комплекты к чаю были вручены сотрудникам Минаульского психоневрологического интерната. В рамках акции «Забота о врачах» партии «Единая Россия» чайные наборы сегодня были доставлены для сотрудников психоневрологического интерната нашего района. Продукты передали добровольцы местного волонтерского штаба «Наша забота». Сотрудники данного учреждения получили 6 коробок со сладостями к чаю. Из распространения коронавирусной инфекции с апреля этого года сотрудники ПНИ переведены на усиленный режим карантина. И эта мера была принята прежде всего из-за получателей услуг, которые находятся в группе риска. Безусловно, жить и работать в условиях ограниченного пространства очень непросто, как физически, так и эмоционально. И надеемся, что сладкие подарки, которые сегодня были переданы коллективу, хоть немного скрасят будни сотрудников. Мы хотим еще раз поблагодарить наших медицинских работников, сотрудников ПНИ за их благородный труд и отважную работу. И хотим сказать, что волонтерский центр «Наша забота», наш местный центр снова возобновил свою активную деятельность по оказанию адресной помощи нуждающимся и будет продолжать ее до тех пор, пока она будет необходима. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране – более 1 миллиона 800 тысяч жителей. В Башкортостане их число без малого – 12 тысяч человек. За последние сутки прибавилось еще 110 заболевших. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 12 ноября в Янаульском районе зарегистрировано 1151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамска. В республиканских учреждениях продолжают лечиться 2 человека. Кроме этого, 101 пациент находится на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписано с выздоровлением 1018 пациентов, что составляет 88% от выявленных больных в районе. Итого, на данный момент в районе 107 человек получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине находится 97 контактных лиц. Все подразделения Янаульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенная готовность. Ежедневно в день проводится до 200 заборов мазков на COVID. По предписаниям территориального отдела распотребнадзора, еженедельно обследуются контактные сотрудники нескольких организаций Янаульского района. В 2020 году в связи с COVID-пандемией наблюдается рост заболеваемости вне больничной пневмонии. За 10 месяцев в Янаульском районе зарегистрировано 1210 случаев заболевания. И из них 974 случая – это вирусные пневмонии. В предыдущем году раньше регистрировалось не более 200 случаев вне больничной пневмонии в год. Также хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить население нашего района на вакцинацию против гриппа. На сегодняшний день в районе привито 16420 человек против гриппа. Планируется на конец года завершить более 200 вакцинаций людей против гриппа. Также в текущем году планируется привить лиц старше 60 лет против пневмококковой вакцины. Сейчас вот как раз поступила на этой неделе вакцина против пневмококковой вакцины. И мы приглашаем лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких и сахарным диабетом на прием к участковому терапевту для назначения вакцинации пневмококковой вакцины. Еще раз рекомендуем населению соблюдать меры профилактики гриппа, респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции. Носить маски, соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! 11 ноября сотрудники пожарно-спасательной части номер 109 провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзала и прилегающей территории. Спасатели в защитных костюмах обработали два этажа здания, залы ожидания, комнаты отдыха, выходы на перрон и поручни лестниц специальным раствором, безопасным для людей и животных. Дезинфекция прошла с помощью специального оборудования. На время обработки пассажиров попросили покинуть помещение. Спустя полчаса после обработки здания жизнь на вокзале вернулась в обычное русло. Как отмечает руководство, подобные санитарные дни проходят на вокзале ежемесячно. Кроме того, каждые два часа здесь проходит влажная обработка специальными средствами всех поверхностей, дверных ручек, сидений, поручни лестниц. Дежурное подразделение пожарной части сегодня оказалось на объекте в железнодорожном вокзале станции Янаул. Мы прибыли сюда по указанию Главного управления МЧС России по республике Башкатистан для проведения дезинфекции объекта с массовым пребыванием людей. Обстановка с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной и в стране, и в республике, и в нашем районе. Поэтому мы здесь для того, чтобы уменьшить влияние коронавирусной инфекции в нашу жизнь. Второй месяц в нашем районе, как и по всей республике, в трудовых коллективах работают антиковидные инспекторы. Каждая организация выбрала их из числа своих сотрудников. После прохождения онлайн-обучения они приступили к своим обязанностям. В комплекс профилактических мер в обязательном порядке входит пропускной режим, бесконтактный контроль температуры тела у всех посетителей и сотрудников организации, наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. В помещениях установлен режим уборки и обработки всех поверхностей. Медицинские инспекторы контролируют соблюдение сотрудниками всех санитарных норм. Я работаю медицинским инспектором в организации оператор питания «Школьник». Изначально измеряю температуру каждого работника, вношу все данные в журнал «Запись ТН-здоровья». Слежу за наличием дезинфицирующих средств, перчаток, масок. Считаю, что моя работа важна. Я помогаю следить за состоянием здоровья каждого работника. От самовара до самодельного топора в преддверии Дня сотрудника внутренних дел наша съемочная группа побывала в музее отдела МВД России по Инаульскому району. Он расположился в участковом пункте полиции номер один на улице Азина. В небольшом, но уютном зале собрали более сотни экспонатов разных лет. Это и предметы обмундирования и снаряжения сотрудников органов внутренних дел России разных лет. Огнестрельное и холодное оружие, в том числе изъятое у преступников. Образцы специальной техники, фотографии, документы и личные вещи. Боевые знамена. На стендах представлены фотографии самых значимых событий. До начала пандемии здесь регулярно бывали маленькие посетители. Музей отдела МВД России по Инаульскому району появился в начале 2000-х годов. Существует уже около 20 лет. В данном музее представлены различные экспонаты. Это все экспонаты, которые были когда-то в обиходе сотрудников органов внутренних дел. То есть те же самые пишущие машинки, калькуляторы, машинки для сдачи ПДД. Потом различные у нас даже гранатометы здесь есть, экспонат гранатомета. Много всего разного. Вещественные доказательства есть. То, что изымалось. Ради есть даже, самовары, те же молотки есть, те же топоры есть, допустим, которые были изъяты в ходе осмотров мест происшествий. В нашем музее также имеются мотоциклы, на котором служили сотрудники дорожной патрульной службы. Музей сам по себе существует для того, чтобы профориентировать подрастающее поколение, давать им какие-то напутствующие знания для дальнейшей жизни, чтобы они здесь, увидев, какие есть у нас экспонаты, думали о дальнейшей службе органов внутренних дел. В честь профессионального праздника дня сотрудника органов внутренних дел по инициативе отдела МВД России по Инаульскому району был организован конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей». Детям сотрудников и ветеранов ОВД, а также учащимся школ города и района было предложено нарисовать, как они представляют работу полицейских. К приятному удивлению сотрудников полиции, участие в конкурсе приняли как старшеклассники, так и дошколята. Поэтому было принято решение определять победителей в нескольких возрастных группах и в разных номинациях. Карандаши, фломастеры, пластилин – каждый ребенок выбрал свою технику. Так, с легкой руки юных художников на обычных листах бумаги появились интересные сюжеты о непростых буднях полицейских. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Полиция и дети» нами был объявлен конкурс творческих работ среди обучающихся образовательных учреждений города Инаул и Инаульского района. Отрадно то, что в данном конкурсе приняли участие не только ученики образовательных учреждений, но и воспитанники детского сада номер 7 «Колокольчик» города Инаул. И среди представленных работ воспитанников садика есть и победители. Участники подошли с большой ответственностью к данному конкурсу. Среди представленных работ лучшими рисунками являются работы Филипповой Ангелины, обучающейся 9-го Б-класса лицея, Бутусовой Аделии, также она является обучающейся лицея, 2-й Б-класс. И среди самых юных участников данного конкурса является Хаирдинов Арсен. Ему всего 6 лет, руководитель Хаирдинова Айкуль Азатовна, воспитанник детского сада номер 7 города Инаул. Также хочется выделить победителей Ярулина Тамерлана, обучающегося 1-й школы 2-го Б-класса, Байчаева Ильнура, обучающегося 4-й школы 1-й Б-класс, Набиева Айдара, обучающегося лицея 4-й А-класс, и Рахимова Урала, который является воспитанником детского сада номер 7 города Инаул, первой подготовительной группы, группы «Радужная». Всех победителей данного конкурса ждут призы и похвальные грамоты, а каждый участник, который предоставил работу на данный конкурс, ждет благодарственное письмо от отдела МВД России по Янаульскому району. За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, 11 человек получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Нефтекамский-Наул утром 10 ноября. Подробнее далее в эфире. Примерно 8 часов 45 минут на 31-м километре автодороги Нефтекамский-Наул водитель 1995 года рождения, житель города Нефтекамск, управляя автомобилем марки «Датсун», двигаясь со стороны города Нефтекамска в сторону города Янаул, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Нива», которая двигалась со стороны города Янаул в сторону города Нефтекамска, водитель которого 1970 года рождения, житель Янаульского района. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя пострадала и были госпитализированы в Янаульскую ЦРБ. Также водитель автомобиля марки «Датсун», пассажир, тоже пострадал и после оказания первой медицинской помощи был отпущен домой. В ближайшее время на территории Башкирии прогнозируется резкое понижение температуры, в связи с чем сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости сменить шины. Все колеса должны быть заменены на зимние. Езда на машине с летней резиной в гололед опасна для жизни. Также надо держать под контролем состояние резины. Она не должна быть изношенной. Водителям необходимо соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий. Ранее в Башкирии синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. По информации Башгидромедцентра ожидается похолодание. На отдельных участках дорог снежный наказ и гололедица. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Анисой Арслановой. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Узбекская посуда с мусульманской символикой Подарки и сувениры для души Бизнес-сувениры Коллекционные куклы и статуэтки Приглашаем всех желающих в наш магазин получить положительные эмоции Для работы в оздоровительном комплексе «Империя» требуются администраторы и технический персонал. Гибкий график работы, дружный коллектив. Оплата два раза в месяц. Подробности по телефону 8 937 78 78 68 5 О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Аниса Расланова. Здравствуйте! 19 октября за помощью к сотрудникам полиции обратился житель села Карманово и сообщил, что кто-то загрыз у него 30 цыплят. Подобное сообщение поступило и 8 ноября. Жительница улицы Крупской сообщила, что накануне ночью соседские собаки загрызли трех кроликов. Днем 21 октября в отдел обратился менеджер супермаркета и сообщил, что в ходе просмотра записи с камер видеонаблюдения был выявлен факт хищения 100 упаковок пищевого мака на общую сумму от на 1790 рублей. 22 октября с заявлением в полицию обратился житель села Карманово и сообщил, что неизвестные лица похитили кабель. В этот же день помощь сотрудников полиции понадобилась жителю села Салихово. Мужчина рассказал, что после совместного употребления спиртных напитков с относельчанином из кармана его куртки пропали 4000 рублей. Утром следующего дня мужчина 1967 года рождения признался в совершении кражи и раскаялся. Как сложатся отношения между соседями, после всего случившего покажет лишь время. 27 октября в дежурную часть города обратился 26-летний житель улицы Победы и попросил установить личность преступника, похитившего его кроссовки из подъезда. По горячим следам похищенные найдено. Личность воришки установлена. Им оказался 21-летний житель Янаула. 1 ноября неизвестные лица похитили металлическую емку с территории базы отдыха. Личность преступника установлена. Им оказался житель улицы Ломоносова, 1942 года рождения. Спустя 3 дня, 4 ноября, подобное преступление произошло в Карманово. В отдел позвонила 58-летняя жительница села и рассказала, что неизвестные лица похитились ее участком металл. Выездом было установлено, что хищение совершил 21-летний внук потерпевший. 6 ноября поступило сообщение, что рядом с железнодорожным мостом села Карманово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Выездом было установлено, что водитель автомобиля марки Opel Vectra нарушил дистанцию впереди движущего транспорта и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-14 модели. На момент аварии 36-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Он и его пассажир с различными телесными повреждениями и ушибами обратились за медицинской помощью. Всего за три минувшие недели на дорогах Янаульского района произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Двух из них пострадало трое человек. Выявлено более 730 нарушений правил дорожного движения. В том числе 94 водителя пренебрегли ремнями безопасности. 29 автолюбителей нарушили правила обгона. 9 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за три минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Бывает так, гудишь с друзьями до утра. Бывает так, закуришь сигаретку перед сном. А бывает так, что после всего этого ничего не остается. Каждый десятый пожар происходит по вине лиц в состоянии алкогольного опьянения. Предотвратить проще, чем исправить. Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей. Поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику. Вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы. Уплатите налоги не позднее 1 декабря. Налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог, НДФЛ, неудержанный налоговым агентом. Получить свое налоговое уведомление просто. В почтовом отделении по месту жительства, в любом отделении многофункциональных центров, в личном кабинете налогоплательщиков, в любом налоговом органе. Уплатить налоги просто. Через личный кабинет налогоплательщиков, через сервис уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России, через единый портал государственных услуг, платежных терминалов, банков или почтовых отделений. Отделом МВД России по Янаульскому району за совершение преступления разыскивается из могиловой Эльвира Рамазановна 1984 года рождения, проживающая по адресу город Янаул, улица Якутова, дом 12, квартира 8. Приметы. На вид 36-38 лет, рост около 170 сантиметров, худощаловое телосложение, лицо овальное, волосы светлые, длина волос до плеч, глаза карии, основание носа горизонтальное, подбородок прямой. В случае наличия информации звонить 8 347 60 549 14 8 937 788 65 90.